Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень важные данные из США. Мы их, по сути, ждем всю неделю. Это годовой отчет по ВВП, разумеется, в квартальной оценке. Этот релиз, американская статистика, этот релиз выйдет в 12.30 по GMT. Также традиционно для 12.30 четверга мы увидим релиз по первичным заявкам на пособие по безработице. В 23.30 по GMT выйдет отчет по индексу потребительских цен Токио. Очень важный нюанс заключается в том, что это статистика, которая будет опубликована буквально за несколько часов до заседания Банка Японии. Банк Японии, как и прочие регуляторы, напрямую, всецело сейчас опирается на показатели инфляции, принимая решение о той монетарной политике, которую необходимо проводить. Сейчас пара доллар-иена в фокусе буквально всех, учитывая то, что она находится на максимумах за последние 35 лет. И очень многие ждут валютных интервенций, вмешательств со стороны монетарных властей, которое должно произойти, может произойти в любой момент, учитывая уже все мыслимые и немыслимые уровни вот этих потенциальных действий, когда монетарные власти должны были вмешаться в ситуацию на валютном рынке и поддержать позиции национальной валюты. Была точка зрения, что в случае пробоя пары доллар-иена отметки 155 иен за доллар, Банк Японии не станет дожидаться даже заседания и проведет валютную интервенцию. Но сегодня мы видим то, что пара торгуется уже на отметке 155.46, а Банк Японии все еще сохраняет статус КВО. Давайте по порядку. Индекс доллара 105.60. Много раз я уже отмечал, что у доллара очень хорошие перспективы для дальнейшего роста, потому что странно было бы ожидать снижения этого инструмента, учитывая то, что мы говорим о фундаментальном фоне. А фундаментальный фон таков, что американский регулятор не имеет возможности, может быть, есть желание, но возможности, учитывая экономические условия для снижения процентной ставки, сейчас крайне ограничены. И мы анализируем статистику, потому что глава американского регулятора Джером Пауэлл ранее нам дал понять, что все зависит от характера и силы макроэкономических данных. Те отчеты, которые мы понимаем влияют на решение ФРС, это отчет по рынку труда и данные по инфляции, мы их разбирали ранее. Все эти индикаторы свидетельствуют о том, что рынок труда прогрессирует, остается сильным, а инфляция продолжает расти уже 4 месяца подряд. Я думаю, что это еще предел, мы увидим более высокие значения по ценовому индексу, и не сомневаюсь в том, что рынок труда будет и дальше показывать силу. Это повлияет, соответственно, на экономику в целом, может стать причиной еще большего перегрева, и вот этот замкнутый круг, он остается, собственно, таким же, как и был. В текущих условиях нет предпосылов для устойчивого снижения инфляционного давления, а у Федрезерва нет зеленого света для того, чтобы начать смягчать монетарную политику. Вчера мы следили за отчетом по заказам товара длительного пользования. Я ожидал то, что цифры будут хорошие и ориентировался на прирост в 1,5%. Фактическая цифра оказалась гораздо лучше, рост на 2,6%. Это в два раза лучше, чем было, соответственно, в позапрошлом месяце. Сегодня отчет по ВВП. Ожидание за первый квартал роста экономики на 2,5%. Хороший показатель, достойный, который является тоже логичным продолжением всех сильных релизов, которые мы получали ранее. По первичным заявкам на пособие по безработицам я тоже оптимист. Считаю, что значение общее будет держаться ниже 220 тысяч и в целом позволит нам говорить о том, что рынок труда остается сильным. Фактически показатель может составить 215 тысяч. Это лишь немногим больше, чем показатель двухнедельной давности, когда был зафиксирован прирост на 212 тысяч. Инструмент FedWatch Tool по-прежнему явно говорит нам, что нам не стоит уже прогнозировать и ожидать снижения ставки в июне, потому что вероятность этого сейчас составляет 16%. И, на мой взгляд, уже так и будет плавать в районе 15, ну, может быть, 20 в этом коридоре. Но это крайне мало, чтобы ФРС созрела на это решение по снижению ключевой процентной ставки. Поэтому давайте полномерно смотреть уже на сентябрь, до сентября еще куча времени. И мы успеем к этому времени, если будут условия, найти точку для продаж доллара. Ну, а пока ожидаем дальнейшего роста. Золото для 1314 долларов за тройскую унцию. Сантимент не изменился 50 на 50. Ждем более интересных уровней для того, чтобы потом уже на психологию трейдинга наложить фактически фундаментальные данные укрепляющегося доллара и все еще высокой доходности американских облигаций. Пока позиционно. Я за то, чтобы золото снижалось. Фонд для этого есть. Но конкретную сделку, уровень хочу подсказать вам с опорой на именно индексы рыночных настроений. Когда пойму, что большинство трейдеров, больше 70%, точно залезло в длинные позиции. Европейская ульта против доллара 1.07. Текущие котировки. Вчера вышел индекс АФО на бизнес оптимизма. Хороший показатель 89,4 с 87,9. Рост 3 месяца подряд. И после выхода этого отчета увидел много отсылок на то, что наконец-таки фундаментально фон улучшается и немецкая экономика сможет выбраться из рецессии. Но здесь хочется сделать поправку. Это невозможно, друзья. Когда основной сектор Германии, промышленный, вспомните последние данные по индексу производственного сектора, он остается в зоне стагнации. И, к сожалению, пока картина не изменится, пока индекс не выберется в зону роста и не удержится там как минимум 3 месяца подряд, я думаю, что мы и дальше будем говорить об уязвимости немецкой экономики, о проблемах ЕС в целом, и о важности стимулирования национальной монетарной политики, экономики за счет более низкой процветной ставки. То есть мы опять же с вами переходим к тому, что в июне ЕЦБ, как обещал, должен снизить процветную ставку. И до июня еще есть тоже довольно-таки много времени. Полагаю, то что даже до самого июньского заседания мы можем выведить пару евро-долларов поближе к уровню 1,05. Доллар-канадец. Вчера ждали отчет по уроничным продажам. Несмотря на прогноз, который предполагал нулевую динамику, я все-таки обозначил сценарий, при котором цифры могут разочаровать. И фактически показатели действительно уроничной продажи снизились на 0,1%. Два месяца назад снижение составило 0,3%. При снижении уроничных продаж можно предположить, что это приведет к более низким показателям по индексу потребительских цен. Базовая инфляция, как мы знаем, и так уже достигла отметки 2%. И ранее позволила руководству Банка Канады анонсировать тоже снижение процентной ставки, которая теперь прогнозируется и ожидается в июне. Учитывая мой скептический взгляд отношения рынка нефти, веру в рост доллара и текущие экономические условия, которые мы видим в Канаде, в том числе и ожидания смягчения экономической политики, я предлагаю смело смотреть на этот дуэт активов, как на пару, которая может продолжить развитие восходящей динамики и превысить отметку 1,38. Доллар-франк 0,9150. Все ближе мы к нашей цели. 0,9250 пунктов остается. До нее жду очень сильный отчет по инфляции. Соответственно, апрельских. Мы помним то, что в марте индекс потребительских цен снизился в Швейцарии до 1%. Это вдвое ниже целевого ориентира. И тогда Национальный банк Швейцарии отметил, что снижение инфляции – это результат его эффективной борьбы за счет той монетарной политики, которая проводилась. И поскольку инфляция оказалась существенно ниже, чем ожидали эксперты, Национальный банк Швейцарии взял и первым среди ключевых центральных банков, регуляторов развитых стран снизила процентную ставку с 1,75% до 1,5%. И это как раз и стало причиной мощного давления на швейцарский франк и поспособствовало тому, что пара доллар-франк улетела выше уровня 0,90. Предел роста еще не достигнут. 0,92 может быть даже это и не максимум возможностей покупателей, но нам нужно достигнуть вот этого целевого ориентира 0,92. Доллар-иена 155.46 уже делал акцент на эту валютную пару. Я за то, чтобы Банк Японии вмешался, ну по крайней мере вижу для этого все условия. Банк Японии, Минфин уже неоднократно пугали спекулянтов, что достаточно с давлением на национальную валюту были угрозы вот этих воздействий на валютных курс за счет всем известных механизмов, которые есть в арсенале центральных банков. Но пока что чего-то ждет. Есть точка зрения, что ждет заседание Банка Японии. Оно состоится уже завтра, посмотрим. Друзья, ранним утром, то есть еще до моего следующего брифинга, уже если эти интервенции все-таки будут проведены, то вы их увидите в динамике валютного курса. Но на мой взгляд вмешиваться уже действительно нужно, потому что тренд устойчивый, безоткатный, спекулянты явно не собираются отступать и только лишь агрессивные распродажи могут сейчас повлиять на общую картину. Я уже отмечал, что сейчас можно осматривать короткие позиции, постепенно наращивая позицию по мере того, как пара будет спускаться и не отказываясь снижаться. Не отказываясь от этих слов, потому что доллар-иена имеет очень хороший потенциал для долгосрочного ослабления. И рынок нефти 87 долларов за баррель. Ждем снижения в районе 85. Данные по производственному сектору, которые мы разбирали в рамках этой недели, буквально всех экономика мира, они подают сигналы слабости. Производственный сектор напрямую влияет на показатель спроса. Отсюда делаем вывод о том, что спрос в целом на нефтянку будет снижаться. Стабилизация фона на Ближнем Востоке – это тоже фактор, который против сейчас роста котировок нефти. Данные по запасам, кстати, вчера оказались не такими, как ожидали аналитики. Вместо прироста на 1,6% мы увидели снижение на 6,3%. Но я думаю, что один отчет, наверное, общая картина не меняет. Сейчас еще и сантимент указывает на то, что почти 70% трейдеров находятся в длинных позициях по нефтянке. Поэтому ждем движения актива в сторону пути наименьшего сопротивления. Это вниз к той цели, которую я обозначил. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok